Автопарк обновлен на 87%, хотя к началу лета цифра должна была быть круглой. Кто из перевозчиков не доработал и может лишиться маршрутов? Действительно экстремальная экскурсия. В Сочи задержаны 7 внедорожников с неисправным рулем. Аленушка станет больше в два раза. Одноименный детский сад в Хосте сейчас переживает второе рождение. Альмаматер кубанских атлетов посетил министр спорта России Павел Калак. Альмаматер Калак сегодня приехал в Краснодар. Вместе с губернатором региона он отправился в главный краевой вуз всех спортсменов. В учебном корпусе Университета физкультуры гостям показали реконструированный легкотлетический манеж. Это три этажа, на которых разместились беговые дорожки, сектор для прыжков с шестом и даже стрелковый тир. Помещения оборудованы и для маломобильных людей. Здесь занимаются много паралимпийцев. Павлу Колобкову и Вениамину Кондратьеву также показали учебно-спортивную площадку. Под открытым небом здесь проходят тренировки по пляжному волейболу, футболу и теннису. Кадры, которые сегодня готовит Академия физкультуры, они же для наших муниципальных образований, для наших спортивных школ, спортивных секций. Для молодежи Кубани, в первую очередь, Краснодарского края, мы обязаны идти вместе, мы обязаны поддерживать друг друга и интегрированы быть друг в друга в этом случае, только мы достигаем того результата, который перед собой ставим. Развитие спорта, массового спорта в первую очередь. Уровень тех кадров, которые работают с нашими студентами, которые, ну, по смену тренерскую, очень серьезные кадры. Я рад, кстати говоря, что сейчас у вас уже прошла компания по поступлению в ВОЗ. Я очень рад, что такая востребованность, в принципе, это не такой большой конкурс. Здесь важно заметить, почему конкурс растет в Академии физкультуры, потому что они востребованы сегодня, как училия в школах, училия физкультуры, спортивные секции, спортивные комплексы строятся, и там они тоже востребованы уже выпускники Академии физкультуры. Поэтому мы почему вместе одно дополняет другое. То есть это мы нуждаемся в максимально кадровом потенциале Академии физкультуры, создавая спортивный потенциал в муниципальных образованиях нашего края. Все это лишь первый этап учебно-спортивного центра водных видов спорта и атлетики, которые в будущем появятся на этой территории. Проект комплекса ректор Краевого университета физкультуры показал министру спорта России и губернатору Кубани. Развитие объектов спорта, неважно какого уровня, а не краевого, федерального, муниципального. Вы сейчас видите, что объекты федерального уровня, спортивный объект, но в целом выиграют жители края. Развитие спорта в регионе сегодня на достаточно высоком уровне. Еще раз подчеркиваю, неважно какое финансирование, мы благодарны вам за федеральное финансирование, краевое, муниципальное, жители выиграют. И сегодня те мальчишки и девчонки, которые хотят заниматься спортом, они эту возможность имеют. Павел Колобков сегодня также посетил стадион «Краснодар». Ему показали новую спортивную инфраструктуру, в том числе тренировочные площадки и футбольную академию. Около 5 миллионов рублей выделят на молодежные гранты участникам форума «Регион 93» в следующем году. Об этом заявил Вениамин Кондратьев. Губернатор посетил заключительную смену форума «Союз кубанской молодежи» и пообщался с молодыми активистами. В Колизее глава региона уже традиционно ответил на самые острые вопросы. У нас ведь объединение с людьми, мы развиваем свое общение, мы участвуем в конкурсах, развиваем лидерские навыки. Потом можно будет применить. Все спикеры крутые, говорят с нами на одном языке, они простые, понятные, без завышенной самооценки, простые и с ними очень приятно слушать их. Каждый раз что-то новое, какие-то свои краски, ты вносишь, люди вносят, и это интересно, и выстраивается какая-то команда. Более 400 участников со всего края, от 18 до 29 лет. Управленческий дух укрепляют в полевых условиях. На протяжении недели, а именно столько длится одна смена, девушки и юноши проживают в палатках, без сотовой связи. Мастер-класс от известных политиков, бизнесменов и спортсменов слушают на свежем воздухе, а свободные минуты не прочь взять руки гитару и отвлечься от плотного графика. Но, пожалуй, главное, для чего все они здесь собрались, это обмен опытом, возможность воплотить в жизнь самые смелые проекты. Главный молодежный форум Края уже по традиции посетил глава Кубани. Вениамин Кондратьев ознакомился с бытом участников, а также поблагодарил оперативные службы Края за то, что они круглосуточно следят за безопасностью на форуме. Самые откровенные вопросы без оглядки на статус молодые люди смогли задать лично первому лицу региона. В этом году формат проведения форума немного изменили. Участники живут не на Крымской поляне, как раньше, а в лесном массиве Северского района. Возможно, на этом нововведение не закончится. Вместе с главой региона участники обсудили, как еще можно преобразовать форум. Вот сейчас мы обсуждали, тоже лагерь, какой он должен быть, палаточный, либо все-таки домики деревянные поставить. Знаете, я думаю, что здесь принцип, я вот шел, сказал коллег, для того, чтобы прошли жизненные трудности и прожили в палатках. Жить можно и в домике, а можно жить и в палатке. Но ценности, ради которых мы вас туда собрали, вы такие и не получите. А можно, на самом деле, создать комфортные условия, но цель достигнуть, цель того, что вы все вместе, одна большая команда края, что вы ощущаете на себе ответственность за будущее края, за будущее своих сверстников, за будущее, в том числе, и всех жителей нашего региона. Вот это цель. Меняется и программа форума. Например, в этом году здесь впервые стартовала смена Кубанский союз молодежи. Для участников она станет заключительной. 16 отрядов поделили на 8 секторов направлений Куб Самола, от образования и науки до сельского хозяйства и предпринимательства. К концу смены активисты от каждого отряда должны представить проработанный социальный проект. Идеи море. Однако в разговоре с губернатором участники просят финансовой поддержки, чтобы создатели лучших молодежных и полезных для региона проектов смогли получить грант. Возможно ли ввести такую практику на нашем форуме «Регион 93»? Это будет повышать мотивацию ребят и давать им возможность в дальнейшем реализовать свои проекты. Но я не вижу здесь никаких причин, мне кажется, чтобы сказать вам «нет». Мы уже об этом думали, и к нам такая заявка поступала. На следующий год мы хотим 5 миллионов попросить внутренней политики, именно для того, чтобы 5 миллионов распределять внутри региона 93. Просто если даже в среднем там никого не обижать, то по 500 тысяч на грант, и это 10 направлений, то будет нормально. Правильно, либо нет? Ну верните, еще есть микрофон, значит, добавить. Не надо ограничиваться единой суммой, потому что есть разные проекты. Пусть будут гранты на 20 тысяч, на 50, на 100, на 200. Хорошо, давайте сделаем так. Мы делаем 5 миллионов в общий фонд, а сами дальше между собой пусть они объективно справедливо поделят. Какой грант, какую сумму забоевывают. Пойдет так? Друзья, нам нужны те ребята, которые по-настоящему создают проекты, которые можно в жизни реализовать. Тем более проекты социальной направленности, проекты для людей. Нам с удовольствием, еще раз подчеркиваю, нужны такие молодые люди, команды молодые, которые способны такие проекты создавать. Проекты для жизни, проекты для развития. А это, знаете, тут любых денег будет мало. Вот если на самом деле мы таких ребят, такие команды сможем здесь для себя открыть, да и в целом регион для себя откроет. Наш большой регион под названием Краснодарский край. Поэтому максимально поддерживаю ваши предложения. Несмотря на неформальную обстановку, участники поднимают серьезные, актуальные для сегодняшнего дня темы. Как будущих политиков и предпринимателей, молодых людей волнует вопрос кадровой. И тут позиция губернатора категорична. Важно заявить о себе. Так в крае уже не первый год проходит конкурс лидер Кубани. Сто финалистов войдут в резерв управленческих кадров региона. А для тех, кто мечтает открыть свое дело, фонд развития бизнеса предлагает микрозаймы до двух миллионов рублей. Для молодых и дерзких сегодня открыты все дороги. Участники форума задавали и много личных вопросов. Когда еще вот так просто поговоришь с губернатором? У вас скоро день рождения. И хотелось бы спросить, а в каком формате вы видите свой день? День рождения я всегда провожу традиционно. На своей станичной улице, собирая всех-всех, с кем в детстве вместе гулял. И вот мы во дворе делаем стол, там человек, наверное, 50 собирается. Всех они уже взрослые, с своими детьми. И это вот мое день рождения. Мне нравится, коллеги. Я не то, что белая ворона, мне нравится так жить. Я ощущаю по-настоящему праздник. Как удается уделять время семье и работе? Насколько напряженный график у главы Кубани? И каково это круглосуточно служить региону? На все эти вопросы Вениамин Кондратьев отвечает не лукавя. Скажите, пожалуйста, как вы начинали начальный этап вашей политической жизни? Спасибо. Я сейчас себя политиком не считаю. Управленец. Я даже не думал, что управленцем могу стать. Когда в Москву меня позвали работать, я уходил чисто на профессиональное свое направление. И никогда не мог подумать, что президент примет решение назначить меня исполняющим обязанности губернатора. Два человека, который был до назначения его губернатора и который стал уже губернатором. Потому что, когда ты живешь просто, даже выполняешь качественно свою работу, то на твоих плечах нету этой огромной ответственности за 6-миллионный регион. А когда на твои плечи падает эта ответственность, то ты уже по-другому мыслишь, ты по-другому спишь. Жизнь состоит из ежеминутного переживания ни себе покоя, ни другим. Это активность, ежедневная сумасшедшая активность. И самое большое счастье, я никогда не думал ехать домой, где тебя ждут дети. Просто доехать. Потому что ты все время кого-то и обманываешь, наверное, то обманываешь детей собственных. Потому что много-много порой раз переносится обещанное. То есть поехать там куда-то отдохнуть, что-то мы договорились там сделать. Вот они все время ждут. Дети все время ждут. А работа ждать не может. Приоритет – это служение. Это не работа, это же никак. Это служение своему региону, народу. Встреча продолжалась почти два часа. Да, но даже этого времени не хватило, чтобы обсудить все темы. А после губернатор зашел в каждый отряд и за чашкой чая у костра пообщался с участниками форума. Напоследок – совместное фото на память с главой региона. Для многих такой откровенный разговор с губернатором. Возможно, станет пинком, чтобы вернуться сюда вновь, но уже с конкретными идеями. В следующем году площадка «Регион-93» отмечает юбилей. Главному молодежному форуму края исполнится 15 лет. Регион! Регион ищет! К другим новостям. «Аленушка» станет больше в два раза. Одноименный детский сад в Хосте сейчас переживает второе рождение. Строители возводят новый корпус. Сегодня на стройплощадке побывал глава города Анатолий Пахомов. Детскому саду «Аленушка» уже 88 лет. Теперь долгожитель будто родился заново. Строительство здесь началось прошлой осенью. И вот уже новое здание инспектирует мэр Сочи. Готовы два корпуса. Сейчас строители выходят на стадию отделочных работ. Затем благоустройство территории. Очень качественно и очень оперативно ведет строительство. В принципе, от начала строительства еще не прошло и девяти месяцев. Но готовность объекта очень высокая. Реально здесь 280 деток запросто пойдут в детский сад. И Хоста в этом очень нуждается. Раньше садик был рассчитан на 120 мест. Теперь их станет больше, более чем в два раза. Вернется прежний состав детсадовцев, которых пока распределили по другим учреждениям. Вольются и новые дети. Также пополнятся учреждения и новыми кадрами. Тут будет музыкальный зал, будет спортивный зал, современный пищеблог будет. И обязательно будут кабинеты для специалистов, для дефектолога, для логопеда, для психолога. Этот детский сад будет реализовывать все программы, в том числе программу по инклюзии наших детей. В детском саду будут также открыты две новые ясельные группы для детей с полутора лет. А возможным строительство нового помещения стало благодаря реализации двух программ – краевой и городской. Срок сдачи объекта в эксплуатацию – декабрь. Сейчас мы ведем согласование с УКСом по поводу мебели в детском саде, по поводу покрытия прогулочных площадок, чтобы должно соответствовало ГОСТу и всем остальным. По поводу установки малых архитектурных форм и спортивных сооружений. Для Сочи строительство детских садов – тема номер один. С ростом числа жителей не хватает мест. Благодаря реконструкции, пристройкам и новым корпусам задачу удается решать. За последние годы в городе появилось 30 новых детских садов. Елена Овзец, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. 15 августа в Сочи ясно. Температура воздуха ночью плюс 22, плюс 24. Днем 29, 31 градус выше нуля. Температура морской воды плюс 26. Общественный транспорт в Сочи обновлен на 87%. Хотя к началу летнего сезона цифра должна была быть круглой. Общую картину в городе портят несколько коммерческих перевозчиков, которые срывают сроки и не выполняют условия контракта, заключенного с администрацией Сочи. Сегодня с руководителями автотранспортных предприятий встретился мэр Анатолий Пахомов. Чтобы перевозить пассажиров, автотранспортные предприятия участвуют в открытом конкурсе. Условием очередного конкурса было обновление подвижного состава, который отвечает всем требованиям безопасности. Перевозчики на условия согласились и гарантировали обновить свои автопарки. Договоренность была подкреплена подписями, но по факту новых автобусов на линиях 87% вместо ожидаемых 100%. Сроки истекли. Сегодня коммерческие автотранспортные предприятия рискуют остаться без маршрутов. Конкурс – это закон. То есть это закон, по которому должно действовать дальше и муниципальное образование, то есть мы, и предприятие. У нас стоит задача, задача четкая и понятная. Весь подвижной состав должен быть новый, с кондиционерами. У вас прописано в контракте, вы его внимательно почитайте. Вы же сами понаписали эти условия, чтобы их выполнить, правильно, в условиях конкурса. А вы их не выполняете, значит вы не имеете права дальше действовать в рамках своих маршрутов. В вашем контракте, который вы заключили, там не написано, что те автобусы, которые новые, чтобы они остались на маршруте. Нет, там предприятие написано. Если предприятие выполняет условия конкурса, значит оно работает. Если не выполняет, то оно просто маршруты эти передает другому. Такой прецедент уже есть. Предприятие трасса, скорее всего, прекратит работу на городских маршрутах. Из 126 имеющихся у предприятий автобусов обновлена лишь половина. А такое количество старых машин на дорогах Сочи недопустимо, подчеркивает мэр. Почему нужно ускориться? Потому что это касается безопасности, что в данном случае предприятие трассы, она не обеспечивает безопасность. Это касается и других перевозчиков, которые не будут выполнять контракт. Крайний срок, который муниципалитет обговаривал с перевозчиками, истек 1 июня. Одни недокупили 10 автобусов, другие 20, а третьи и вовсе не знают, когда завод-изготовитель оформит доставку новых машин. Решение администрации города однозначное. Поданы иски в суд на отзыв тех свидетельств на тех маршрутах, где, соответственно, перевозчик тот или иной не обновили свой подвижной состав. Такие перевозчики – это у нас и трасса, и транссервис-6, и экспресс-авто. Глава сегодня поставил на совещание очень четкую задачу, чтобы буквально в ближайшее время, а в ближайшее время – это максимум, может быть, месячный срок – полностью подвижной состав был заменен. В противном случае мы оставляем за собой право, как Департамент транспорта и дорожного хозяйства, администрация города Сочи, который, собственно, и выдает свидетельства на те или иные маршруты, соответственно, просто отозвать эти свидетельства через суд. Перевозчики тоже решили подать в суд на завод-изготовитель автобусов. Некоторые автотранспортные предприятия винят именно заводы, которые также не соблюдают сроки договоров. Галина Моисеева, Инга Вешая, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». В Сочи задержаны семь внедорожников с неисправным рулем. Это данные операции «Джипинг» с начала лета. С каждым годом количество любителей горного туризма на внедорожниках становится больше. Появляются новые маршруты и развлекательные программы для отдыхающих. Для того, чтобы отдых проходил безопасно, сотрудники госавтоинспекции проверяют техническое состояние транспортных средств. Особое внимание – внесению изменений в конструкцию, таких как установка силовых бамперов, лебедок, фаркопов, шин увеличенного размера. На контроле и предрейсовый осмотр – как водителей, так и машин, задействованных в перевозке пассажиров. Полицейские следят за тем, как этот контроль ведется сотрудниками автопредприятий. В случае выявления на дороге неисправного автомобиля ответственность несет не только водитель, но и механик, выпустивший такой автомобиль на линию. С начала лета в отношении водителей было составлено 255 административных материалов за нарушение правил дорожного движения. Еще 14 водителей незаконно вели коммерческую деятельность. У семи автомобилей выявлены неисправности в рулевом управлении, машины помещены на спецстоянку. В Сочи состоялось очередное заседание рабочей межведомственной группы по партийному проекту «Единая страна – доступная среда». По традиции в нем приняли участие представители практически всех общественных организаций, представляющих интересы людей с ограниченными возможностями здоровья. Всего в Сочи проживает около 36 тысяч людей с инвалидностью, из них около 2000 – дети, порядка 400 с инвалидностью по слуху, 500 – по зрению, а также более 600 – колясочников. Организация комфортного проживания для всех этих людей – основная задача партийного проекта «Единая страна – доступная среда», в рамках которого уже разработано несколько программ. «Начиная от того, как дети с инвалидностью учатся в наших школах, заканчивая тем, как инвалиды могут посетить и обычные городские пляжи, и голубофлаговые, и ветерственные и так далее. То есть достаточно большой спект вопросов, тем более город Сочи – очень активный, динамично развивающийся город, огромное количество новых зданий и сооружений. К сожалению, не все застройщики учитывают проблемы доступной среды, а их надо учитывать обязательно». Люди с ограниченными возможностями здоровья должны получать все необходимые социальные услуги, отметили на встрече. Кроме того, важны вопросы организации досуга и, конечно же, трудоустройства. В этом году в Центр занятости населения обратилось 182 инвалиды, из них 67 – трудоустроенные. Еще 7 человек прошли бесплатное обучение и освоили новые профессии. Электромонтер, повар, кассив, специалист по налогам, менеджер. В городе на сегодня работодателями заявлено 850 вакансий для инвалидов. К слову, самим предприятиям это выгодно. В рамках краевой программы предоставляются субсидии на оплату труда инвалидов. Кроме того, служба занятости населения организует сопровождение людей с ограниченными возможностями. Им помогают освоить путь до места работы и обратно, перемещение по территории работодателя, а также предоставляется помощь наставника на рабочем месте. Обсудили на встрече вопросы спорта. Руководитель общественной организации «Стоек» Олег Стекольников обратился к депутату ЗСК Виктору Теплякову с просьбой поднять вопрос на уровне края проведения большинства региональных соревнований в Сочи. Причина весомая – в других городах края нет доступной инфраструктуры. В то время как Сочи стал первым городом в России, где эффективно заработала программа «Доступная среда». Вопросом развития адаптивной физкультуры и спорта в Сочи уделяется особое внимание. В том числе создан физкультурно-спортивный центр для людей с ограниченными возможностями здоровья. Только в прошлом году центром проведено 42 турнира и 4 фестиваля с общим охватом более тысячи человек. На нынешний год планы более масштабные. Охватить более 1400 человек. Выросла и география общероссийского фестиваля «Пара-арт». В сентябре приедут около 600 участников. Продолжается работа и по приведению к требованиям безбарьерной среды городских объектов. Во время заседания рабочей межведомственной группы было принято решение усилить работу в этом направлении. Для этого собрать на межведомственное совещание архитекторов города и представителей госстроенадзора, руководителей общественных организаций инвалидов. Также было предложено привлекать экспертов-инвалидов, которые помогали строить олимпийские объекты и тестировать здания переводом в эксплуатацию. Елена Овсец, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Операция в 3D-очках. Сегодня в офтальмологическом отделении 4-й горбольницы прошла первая операция с помощью 3D-камеры. Как сработали новейшие технологии, наблюдала наша съемочная группа. У хирурга-офтальмолога проблем со зрением нет. Это 3D-очки. 3D-оборудование в городскую больницу номер 4 прибыло на апробацию. Такая практика распространена. Фирма-производитель предлагает врачам испытать оборудование в деле. Сегодня первая операция. Оперируют катаракту. Я думаю, что хорошая аппаратура. И пройдет операция нормально. Все. Я доверяю врачу. Нужна и важна ли 3D-визуализация во время операции, пациентам понять сложно. Они привыкли доверять не технике, а врачам. И тем не менее, эта аппаратура для офтальмологических вмешательств не просто хорошая, а суперсовременная. С помощью таких технологий работают лишь в Москве и Санкт-Петербурге. Безусловно, это очень хороший помощник в хирургии. Как для начинающего хирурга, так и для хирурга-профессионала. И плюс еще заключается в том, что все сотрудники операционной могут видеть, особенно операционная сестра. Благодаря 3D-технологиям хирургу незачем смотреть в окуляр микроскопа. Изображение с помощью видеокамер передается на монитор. Во время передачи изображения с камеры на монитор происходит оцифровка изображения. То есть, те моменты, которые раньше в окулярах были недоступны глазу человека, глазу хирурга, теперь на экране с помощью оцифровки, вот эти мелкие детали, особенно на хирургии сетчатки, могут быть доступны. На следующей неделе на этом оборудовании у нас планируется мастер-класс. Приедет краевой специалист. Мы будем оперировать на сетчатке. И вот 3D-технология, она как раз в большей степени для заднего отрезка, для хирургии сетчатки. Она, как известно, составляет четверть миллиметра всего лишь толщину. И вот эти технологии все рассчитаны для того, чтобы максимально безопасно на ней оперировать. Первая операция в 3D-режиме прошла с успехом. Довольны и врач, и пациент. Итоги тестирования будут подробно рассмотрены в Краевом Минздраве. 14 августа в народе называют медовым спасом. Это первый день Успенского поста. Раньше в этот день пасечника собирали первый мед и несли в церковь для освящения. Затем этим медом поминали усопших родственников. Праздника медовый спас, как такового, в православном календаре нет. 14 августа церковь отмечает праздник происхождения честных древ животворящего креста Господня. В этот день в Константинополе из сокровищницы выносили крест Господень. И вплоть до праздника Успения люди могли поклониться святыне. Считается, что в медовый спас нужно обязательно поесть мед, выпить медовый взвар или квас. Хозяйки пекут медовые пряники и ковришки, делают сладкие булочки, облитые медом. 14 августа у православных начинается Успенский пост. Он почти такой же строгий, как великий рыба. Успенский пост разрешается один раз в праздник преображения. Есть и народная примета, связанная с погодой. Каков медовый спас, такой будет и 28 августа. К слову, впереди еще два праздника спаса. 19 августа яблочные, а 29-го ореховы. На этом я с вами прощаюсь. Напомню, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. А также смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билай» на 76-й. И в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи». В Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в Ютюбе «Говорит Сочи». В студии была Инга Габеша. Всего вам самого доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok